Чужих детей не бывает. Аким Каргандинской области Женис Касымбек поздравил женщин с 8 марта. На встрече, организованной в Акимате области, в год объявленный президентом Годом Детей, не только получали поздравления, но и поговорили по душам. Ирина Побещевич расскажет подробнее. Этот год сложно начался. Вы все видели, что было в стране. У нас все прошло мирно. В первую очередь, благодаря вашему воспитанию наших дорогих мам, наших любимых женщин. Поэтому я хочу еще раз вам выразить свои слова благодарности. На праздник съехались представительницы прекрасного пола из разных городов и районов. В числе приглашенных учителя и врачей, деятеля культуры и спорта, предпринимательницы и полицейские многодетные мамы. Президент страны этот год объявил Годом Ребенка. Что это значит? В течение года нам необходимо реализовать важные проекты в области здравоохранения, образования, социального обеспечения наших детей. И понятно, не только в этот год это надо делать. Это постоянная наша работа. Но в этом году мы должны особо подчеркнуть роль матери и роль ребенка. Чтобы мы не строили, чтобы мы не делали на уровне государства, главным защитником ребенка всегда будет мама, сказал глава региона. Поэтому и здоровью, и благополучию женщин уделяется также большое внимание. 8 марта – это символ преклонения перед женщиной-матерью. Быть мамой – большой труд. И мы рады, что число многодетных матерей ежегодно растет. Мы, например, за последние три года увеличили количество выдаваемых квартир социальных. С полутора тысяч в прошлом году мы порядка 2600 квартир выдали. Из них большая часть – это именно многодетные семьи. Если, вот я подчеркну, в 2020 году многодетных женщин было больше 15 тысяч, то в этом году уже 18 тысяч. Это о чем говорит? О том, что наши женщины уверены, что завтра смогут со своим спутником жизни достойно образования, жизнь предоставить этому ребенку. По традиции на встрече многодетных мам наградили подвеской «Алтын Алка» и «Кумыс Алка». Также пять женщин были отмечены благодарственными письмами президента Казахстана. Далее встреча продолжилась неформальной беседой. Женщины делились своим жизненным и профессиональным опытом. Татьяна Баширова, директор ТО «Городской центр первичной медико-санитарной помощи», рассказала про реабилитацию особенных детей. Сейчас вот это направление развивается, оно отдельно финансируется. Значит, в области есть проекты по созданию новых реабилитационных центров для детей этой категории. И мы понимаем, так сказать, ту важность задачи, которая возложена на нас, медиков, в этом плане, потому что, ну, чужих детей не бывает. И каждая беременная женщина, просто женщина, каждый ребенок – это достояние нации. Медики также напомнили, как важно вакцинироваться, особенно беременным. Это поможет сохранить здоровье как маме, так и ребенку. Педагоги призвали сохранять семейные ценности, при этом все сошлись на том, что в вопросе воспитания одинаково важна роль и отца, и матери. Руководитель общественного фонда отметила, что в последнее время исполнительные органы активно решают вопросы многодетных. Вот я четвертый год занимаюсь проблемами многодетных матерей. На сегодняшний день смело могу сказать, что проблемы решаются. Есть работа, работаем. На встрече говорили о поддержке деловых женщин. Сейчас руководящие должности занимают более 50 представительниц прекрасной половины. Перед бизнес-леди открываются новые возможности. Благодаря им во время пандемии многие сферы не только удалось сохранить, но и увеличить число субъектов малого и среднего предпринимательства. Говорили и о культуре. Решился поблагодарить нашего Акима за тот вклад, который сейчас делается в нашу культуру. За последние два года я хочу сказать, что культура как будто расправила плечи. Стали появляться новые объекты, мы стали видеть новые перспективы.